привет всем фанатам сельского хозяйства с вами ксения шварц это канал фермы крыма и сегодня я хочу с вами поговорить а зачем а зачем вообще я занялась сельским хозяйством фермерством почему потому что мы последнюю неделю просто замучили все этим вопросом особенно те люди которые к нам приезжали на ферму да то есть это поставщики это люди которые занимаются работами определенными на подрядах и вообще просто знакомые на выставке там короче меня задолбали вопросами ксень а ты ну ты фермерство пошла там сельское хозяйство пошла тебе нормально вот тоже там три года ты как себя чувствуешь ты жалеешь о том что ты там или тебе или ты наоборот рада этому насколько это сложно зачем-то залезла в эту жопу вообще потому что это суперсложно суперсложно супер страшно потому суперсложно потому что реально сложно особенность этого ничего в этом не понимал второе супер страшно потерять деньги закопать не потерять деньги вы просто да там не туда что-то не то купить как-то потом закопать деньги когда-то уже ввалил посадил что-то и они просто исчезли да потому что не выросло, сожрали, еще что-нибудь случилось. Это морально и физически, ну, одно дело ты, вот я сейчас из дома в офис приехал, у меня за него это 10 минут, например, да, а другое, когда я выезжаю в поля, и у меня занимает только 3 часа, чтобы туда-обратно на дорогу, плюс там по всем этим ветрам, холодам, грязи ползать, да, и вроде бы и девочка, ну, я не знаю, может, у меня фейс похож на, как бы приспособлен к северскому хозяйству, не знаю, вы мне скажите, но чаще всего, особенно вот там девочки, которые еще такого возраста, там, до 40 лет, да, редкое явление, когда вообще в эту тему заходят, тем более есть куча других способов заработать деньги, да, самое простое, это продажи какие-то, то есть здесь купил подешевле, здесь продал подороже, и у тебя там маржа нормальная, а в сельском хозяйстве и в производстве в любом, то есть производитель получает мало, ну, условно, там, производитель получает 10-15 процентов, а продажник 30-35, да, есть разница, он ни хера не делает три звонка по телефону, я почему, продажники, не обижайтесь, я всю жизнь в продажах, я сама так делаю, вот, а есть, когда ты херачишь, там, кучу времени, денег, сил, там, проблем, у тебя миллион просто, и у тебя прибыль там 10-15 процентов, вот, и вот тоже, короче, люди меня спрашивают, а не жалею ли я, зачем я вообще в эту историю вникла, когда у меня есть куча способностей и идеи вариаций заработать деньги по-другому, и вот здесь хочу буквально, блин, сдам себе три минуты, чтобы это обсудить. В первую очередь, это интерес, это интерес, потому что это вызов для человека, который любит что-то организовывать, предприниматель, и это вызов и интерес, когда тебе, у тебя появляется тема, которая пипец как интересна, новая, потому что все новое, интересное, и в то же время ты ей не занимался, ты не в теме, да, и для тебя это вызов, получится, не получится, плюс тут риски, извините меня, немаленькие, да, гигантские просто риски, финансовые в том числе, вот, но это именно интерес и бросить себе вызов, я, короче, я смогу, я реально смогу, я верю в это, я три года в это верю, и у нас получается, вот. Второе, это разнообразие, вот, ну, ездить в офис, там, из дома в офис, какие-то встречи в городе, да, вот так вот я жила до этого большую часть времени, ну, блин, это скучно, это день сурка, гребаный день сурка, ты хочешь, особенно в Крыму, ну, просто, ладно, там, где-то в других регионах России, но в Крыму у тебя постоянно хорошая погода, у тебя 300 солнечных дней, у тебя, там, не знаю, зимой ты в пиджаках ходишь иногда, и вот тебе все это время хочется проводить на воздухе, на улице, да, в какой-то движухе, и вот это как раз стимулирует, да, когда разнообразие, я встречаюсь с огромным количеством разных людей, езжу к ним на хозяйство, да, то есть вообще в разные места Крыма, смотрю, как организовано, я постоянно где-то в движении, там, ну, я, что-то я повторяю, на поле, на воздухе. Вчера, допустим, мы ехали с кадастровым с поля, и мы видели, как орел с орлицей просто учат своих маленьких орлят, я не знаю, правильно я говорю, нет, летать. Я в жизни такого не видела, я реально ни разу не видела, как орлы учат своих малышей летать, а вчера я это наблюдал, на закате я так кайфанул, вот ради таких моментов. Так же вчера, допустим, ты едешь по полю, да, и ты видишь пару лошадей супер ухоженных, красивых, там, все на ветру у них развивается, там, очень красиво желтое поле они стоят, она идеальная штука для фотосессий просто, там, или для съемок. Не было вчера времени снять, но вот, ну, там, встречаешься с какими-то животными, с людьми, с процессами, с разными хозяйствами, кто что делает, реально, кто-то рыбу массово производит, кто-то саженцы выращивает, кто-то, я не знаю, садит что-то там, вишню, черешню, и, короче, у всех какие-то разные истории, разные жизненные истории. Вот, поэтому мне очень нравится в этом плане, потому что здесь немножко другая движуха, совсем меняются люди, да, контингент, совсем меняются процессы. И когда ты не сидишь в этом квартале одного города и херачишь, да, там, встреча рядом, потому что тебе удобно, офис рядом, потому что тебе удобно, вот. А когда у тебя какое-то разнообразие, такое большое еще, вот такие, площади, расстояние, я не знаю, я прямо завожусь вот это вот, я честно завожусь, обожаю те вещи. И, конечно же, опять же, после 30-ти, ты, иногда тебе хочется быть наедине с природой, да, ну, мы с вами живем в мегаполисах, там, или в городах. И вот это вот единение с природой, да, выйти там, быть с природой, дышать этим свежайшим воздухом, видеть живность, да, то есть, какую-то там от зайцев до куропаты, к тому подобное, как цветы растут постоянно, там, расцветает что-то, там, зреет что-то. Я не знаю, меня к этому начало, ну, после 30-ти, мне захотелось какой-то там, свой кусок земли, у которых там соседей вообще не видать, у кого-то уже гигантский, и различные там сады свои, вот это было, вот, мне прямо это заходило. Дальше, что еще? Это совсем другой уровень людей, ребята, вот, честно, я и до этого в бизнесе, да, как бы, и тоже с разными людьми общалась, и с предпринимателями тоже, и успешными, и средними, и суперуспешными, но когда ты едешь, работаешь сельским хозяйством, там, блин, совсем другой уровень людей, там другие бабки, блин, чтобы вы понимали, то есть, вот, тебе не три квартиры в Севастополе купить, там, блин, на эти бабки можно купить 33 квартиры в Севастополе, да, вот, и, конечно же, ну, и есть разные люди, есть те, у которых совсем ничего нету, и там пытаются семьей как-то что-то выращивать, но в большинстве своем все-таки у тебя круг общения поменялся, у тебя люди вокруг тебя стали более обеспеченные, более, знаете, какие-то бесстрашные, вот, чтобы стать фермером, тебе реально, или залезть в сельхозку, ты должен быть супер бесстрашным, и вот это вот их мощная энергетика, мощная вера в дело, и еще дело не простое, там, не купи, продай, а дело, когда ты, блин, пользу приносишь, и себе, и государству, там, и людям обычным, ты еще занимаешься производством, ну, это вау просто, не знаю, это просто супер, плюс, опять же, я начала общаться с кабинетом чиновников, да, всяких госорганов и тому подобное, а раньше у меня не сильно с этим сталкивалось, сейчас я могу уже поговорить, поехать, там, чай попить замминистра, например, или даже к министру зайти в гости на 15 минут, лучше больше не надо, он такой занятой, вот, либо, там, какие-то, там, всякие на местах организации, да, там, твоего поселения, там, или твоего города, ты тоже приходишь к ним, и ты можешь решать какие-то, они тебе помогают решать проблемы, ты им помогаешь, в свою очередь, ну, помогаешь, каким образом, вот, советам, да, объяснение того, что вам не хватает, то есть, с чем надо работать, то есть, ты можешь реально приехать в госорганы и сесть, выложить свои боли, своей боли, боли соседей, ну, с чем сталкиваемся, и обговорить, как это сделать так, чтобы завтра всем было хорошо, и они не мучились, и мы, у нас супер, конечно, государство, но есть, есть косяки, реально, а косяки у нас какие? Наше законодательство, блин, не знаю, кто вас составляет, простите меня, но оно такое, ебтить, оно накладывается друг на друга, оно разночтение постоянно, да, происходит, то есть, ты не понимаешь, что и как, сложным языком, и, блин, реально, садоводы, фермеры сталкиваются с таким моментом, что мы просто тупим, мы не врубаемся, здесь написано одно, здесь написано другое, и они просто не совмещают, никак вообще, никак это не совместить, и ты такой, бам, а кто это исправит? Только мы исправим, потому что те, кто закон эти придумывал, они их придумали и забыли, а мы сидим и мучаемся с этим, и если мы сами не объясним, не соберёмся, не объясним, не напишем, да, в чём затык, да, где вы, ребята, пролетели, потому что они же в этом, каждый день в этом не участвуют, и мы как раз садимся и пишем, где вы, ребята, пролетели, что надо исправить, потому что ни мы нормально не можем ничего делать, ни вы нормально не можете, и реально, не поверите, но вот эти вот вносятся изменения в законопроекты, проекты. То есть ты объясняешь, почему так, где затык, и действительно эта история рассматривается, и что-то меняется. Клево. Следующая фишка – это поддержка государства. Мы сами все прекрасно понимаем, что свои деньги, ну, свои деньги – это свои. Тем более в производство, если в продажах там можно даже и не особо иметь денег, то в производстве тебе все равно нужны свои деньги. А когда ты занимаешься производством, эти деньги очень большие. И вот эта поддержка государства, которая говорит «Чувак, ты предприниматель? У тебя есть крутая идея? И у тебя есть в кармане вот сколько-то денег? Welcome, добро пожаловать, приходи к нам, и мы тебе добавим вот столько денег, да, допустим. Главное, чтобы ты хотел, чтобы ты мог, чтобы ты был ответственный, и чтобы ты завтра никуда не сулил и не накосячил. А вот сделал все, как ты в бизнес-плане там указал, вот и до. И мы тебе добро пожаловать в мир предпринимателей, мы тебе поможем, блин, а советом поможем. Мы советом поможем, да. Мы людьми поможем, да, бдим тебе какие-то контакты. Мы деньгами поможем. Только займись. И вот я не знаю, в каких еще сферах, может, вы мне подскажете, но чтобы так государство как бы родило за процесс и искало реальных предпринимателей, которые готовы вкладываться морально, физически и материально в идеи свои, я таких практически не знаю, да. Вот, я лично не знаю. Поэтому, понимая, что у тебя сколько-то денег и есть идея, ты реально знаешь, может быть почти уверенным в том, что тебе помогут. Тебе реально помогут. И не помогут со стороны, а поможешь наше родное государство, которому тоже это выгодное, которому тоже это важно, тебя развить. Почему еще сельское хозяйство? Ну, вот я хотела сказать, что очень круто это вот, я не знаю, я домой еду на закате. Вот это приколы в мелочах, наверное, да. Когда ты лошадей увидел, когда ты там козлика покормил, не знаю, когда ты домой едешь на закате или там сидишь с чашечкой чая и вот у тебя уже на поле закат, это так красиво там все, это солнце отражается в твоих деревьях. Вот. Когда ты видишь, что еще, знаете, такая фишка, когда ты видишь, что был ноль, даже не ноль, а минус там большой. Вот ты пришел, нашел участок, вроде место неплохое, тебе нравится, красиво с него. Вот ты заходишь на участок, там работа непочатый край. Вот у вас когда-нибудь были огороды дома, да, по-любому были у большинства огороды. Вы помните эту историю? Вот тебе домик, вот тебе участок шесть соток, ну десять соток. И ваши бабушки, мамы, и мои тоже, кстати, начинают там перепахивать, сорняки убирать, садить, поливать, урожай собирать. Прикиньте, это на шести сотках, и вы все лето этим занимаетесь. Это такой геморр. А теперь представьте, когда у вас гектары гигантские, да, и вот этот геморр, он немножко меняется, но суть практически та же остается. Все равно те же самые работы делать надо. Но здесь фишка, знаете, с чего? Для меня лично, я вижу, как все меняется. Вчера у нас был тупо участок земли, которому было почти не проехать. И на нем росли деревья, с мой рост, причем деревья с мой рост, вот эти старые виноградники с шиповником, лес, в который ты не мог зайти, ты вот реально, ты не мог пройти метра. То есть настолько мощные заросли были, да? И проходит там три года вот у нас прошло. И я вижу, да ладно три года, я каждые три месяца я вижу, насколько сильно меняется. Вот мы почистили, да, там все. Убрали эти заросли. Вот мы вспахали землю, она такая красивая оказывается, там чернозема есть. Вот. Вот мы посадили, садим дерево, и не одно, блин, дерево, а там тысячу деревьев, больше тысячи деревьев. Вот ты там полив, чтобы с ведрами не... И ты вот думаешь, да, если вчера ты там огород свой поливал, с ведрами не бегал, как тебе сделать так, чтобы сегодня с ведрами не бегать? А объем-то другой. И ты думаешь уже там водовозки, капельный полив, еще какие-то приколы, растения, которым меньше вода нужна и тому подобное. И все вот это вот анализируешь, но суть какая? Я реально в производстве вижу, как все меняется. И вот если мы возьмем там картинки, видео, фото три года назад и сейчас, я думаю, ни хера себе мы работу проделали. Мы реально, мы проделали огромную просто работу, гигантскую работу. И это привело к тому, что есть сейчас. Конечно, это еще там далеко до идеала или до нашего окончания проекта, но тем не менее, вчера ты, блин, на поле зайти не мог, потому что у тебя кусты мешали. А сегодня у тебя уже движуха идет, там деревья посажены. Вот так что это очень клево. Следующее это масштабы. Я, короче, опять заговорилась. Я давно с вами не виделась, мне хочется просто поговорить. Надеюсь вам послушать. Следующий прикол, это масштабы. Ну, одно дело, когда ты чем-то мелким занимаешься, да, а другое дело, когда у тебя масштаб меняется. Я даже сейчас себя чувствую супер мелким. Имея там 130 гектар, мы себя чувствуем супер мелким по сравнению с тем, у кого 5 тысяч, 10 тысяч, 15 тысяч гектар. Но в то же время мы себя чувствуем героями по сравнению с теми, у кого 6 соток земли, да, ну или 1 гектар, например. Следующее, здесь можно развиваться. Вот когда тебя все задолбало, да, там, ты 5-7 лет занимался одной фигней, ты уже такой день сурка задолбал. Ты заходишь в новую сферу, и это так, это так зажигает. Это столько новой информации, знания, интереса, идей, блин, просто. Людей. Это, я не знаю, это как вот новый квест, да, то есть ты наконец-то нашелся. Новый квест, в котором тебе не просто интересно, да, он тебя еще и зажигает. И что-то даже получается. А, про масштабы я до этого говорила. По поводу масштабов, да, ну все-таки у меня была еще и до этого идея, там, что-то садить, что-то рассаживать, там, что-то делать. Ну, разница есть, я уже, как сказала, маленький кусочек или дом на подоконнике, или у себя, там, в приусадебном участке, или когда-то у тебя реально масштабный проект. Меня это вдохновляет, мне просто интересно. Получится, не получится, смогу, не смогу, а я по-любому смогу, я отвечаю, по-любому все будет нормально, вот. Но хочется себя проверить, да, вот как это вечное желание предпринимателей залезть, там, на гору, да, там. Ну, вот у меня часто бывает такое, мне хочется пойти и на гору какую-то залезть, там, вот следующая, подружка на Эверест зовет, я не знаю, вынесем, не вынесем, вывезем, не вывезем, но желание, там, покорить вершину. И здесь та же самая история. Сложно, интересно и желание покорить эту вершину, сделать все-таки. Зачем еще? Здесь люди более свободные. Ну, то есть, я честно устала от формальностей за обычную, там, офисную жизнь, я устала от каких-то формальностей, да, от того, что у меня пиджак надо носить, от того, что с людьми так, ну, разговаривать, как бы, более грамотным языком, более, там, как-то себя все-таки подстраивать. Иногда ты можешь чувствовать, что ты, ну, вот, ты, допустим, общаешься с людьми, тебе надо на себя надеть вот эту вот одежду, не одежду, а кокон этот предприниматель, да, там, от шмоток до разговора, до хорошей, там, техники, машины и всякой хрени, вот. Здесь все просто, здесь люди простые, вот, реально, от рабочего тракториста до фермера, у которого, там, пять тысяч гектаров, они простые, блин, простым языком мы говорим, не надо ни перед кем выебываться, выпендриваться, да, то есть все чутко понимают, кто ты, только потому, что ты сделал, вот, чем ты занимаешься и что ты сделал, вот, тогда есть там какая-то статусность, как воображаешь, что ты не тот, кто есть, да, вот, я обычный человек, и мне хочется с обычными людьми общаться, вот. Следующее, что, почему еще сельское хозяйство для меня лично, что я вообще, какой кайф ловлю, а, тоже, там, этот, вопросы такие, ну, это же сложно руководить людьми, быть, там, управляющим на фермерском хозяйстве, от того, что ты, там, весь холодный, голодный, грязный бываешь, да, до того, что приходится, там, пачками нанимать, увольнять людей, заниматься, там, всякими миллионами еще дел, там, бухгалтерией, там, юридической частью общения с государством, с поставщиками, там, проблемы решать, там, подобное. Нафиг тебе, Ксения, это надо? Если ты сегодня можешь пойти, ну, там, либо сама организовать, либо на хорошую зарплату какую-то, более-менее мелкий бизнес, где денег особо не надо, нафиг ты залезла в эту историю, да, где придется трудиться, блин, минимум семь лет, вот, я вам отвечаю, через семь лет, я надеюсь, стану богатой, но в данном случае надо семь лет вкладывать, трудиться, еще не факт, что получится, вот, тут больше даже в минус идешь, да, в надежде на то, что завтра получится, то есть, вот, зачем тебе это, зачем? Ну, во-первых, если бы, может быть, если бы у меня не было, там, средств для того, чтобы завтра себе купить еду какую-то, да, или, там, одеть ребенка, например, или, не знаю, заправить машину, может быть, я бы в эту историю не пошла, но когда ты уже, там, какое-то количество лет поработал, создал себе какой-то микро-пассивный доход, ну, любой микро-крупный, без разницы, ты понимаешь, что будешь ты сегодня работать, не будешь, что, тебе все равно денежка пойдет, ты все равно, ты там, еду, одежду купишь, заправишь машину, даже, там, хватит еще на что-то, в этот момент тебе хочется реально залезть вот в историю, в которой ты либо пан, либо пропал, да, либо ты станешь завтра знаменит, богат и принесешь огромную пользу миру, государству, людям, либо ты просто, там, все это дело прозрешь, но зато попробуешь, зато попробуешь. Вот такая вот история. Поэтому я верю в долгосрок, и даже вот сейчас, создавая собственную ферму, мы не гонимся за прибылью, мы не садим то, что там, сегодня посадил, завтра собрал, продал, нет, мы идем именно стратегически долгосрочными проектами. Вот почему, почему я, я в сельском хозяйстве, да, а, еще знаете почему, я пипец как прокачалась, вы не поверите, но я за это время, я так сильно прокачалась, как человек, как предприниматель, как бизнесмен, там, как этот человек, который не финансист, а человек, который управляет деньгами, то есть я прямо, я начала понимать, как с деньгами обращаться правильно, как это, расходовать, и тому подобное, то есть я реально прокачалась. И если вчера, еще до этой темы, я могла после всего просто поехать, ну, пойти и устроиться к кому-то на работу или сделать микробизнес, то после этой гигантской школы, ну, моя квалификация, платить как минимум в 3-4 раза уже больше будет за счет знаний, опыта, там, возможностей, да, во-вторых, ты опять же, если что-то будешь в следующий раз делать, да, ты учтешь этот опыт и сможешь создать тоже что-то более-менее глобальное. Вот такая вот история. Ну, и в конечном итоге хочу сказать, что я просто ловлю от этого кайф. Я не знаю, это как хобби, это как по душе, это как я понимаю, что дело очень важное, очень нужное дело для всех, для себя, для своих детей, я уже 10 раз сказал, для государства, для обычных людей, для соседей своих, которые завтра кушать будут наши яблоки, орехи, помидорки, вот, мед. И жизнь стала интереснее, да, больше развлечений, более интересное, более прокачанное, не знаю, вот я нашла для себя, для души такую нишу. Я даже понимаю, сегодня, я вчера не знала, что будет завтра, сегодня я уже практически вижу, там, шаг на 10 лет, где я буду 80 лет, чем я буду заниматься, то есть, у меня какое-то вот вырисовалось, я поняла, от чего я хочу, у меня какая-то вырисовалась линия моей жизни, то есть, я увидела свою стратегию, да, я увидела, что будет завтра, я уже уверена в том, что будет завтра, уверена морально, вот, я знаю, к чему я иду, вот такая вот история. Ну, вот, примерно вот поэтому, в большей степени, потому что мне просто, я начала пробовать, вы сами знаете, что там большинство бизнесов закрывается в первый год работы, да, но я попробовала, и я поняла, что мне это нравится, мне это заходит. Друзья, расскажите, как вы, мне очень интересно, как вы занялись сельским хозяйством, как вы попали в эту тему, ишь, какие кайфушки вы ловите именно здесь, почему, почему вы до сих пор занимаетесь сельским хозяйством, что вас вдохновляет, что вас стимулирует, я очень надеюсь это увидеть в комментариях. Вот, это был зов души, клик души для тех, кому интересно, почему, почему именно я, какие моменты я увидела, какие плюсы, все, всем добра, чтобы у вас все свело и пахло, фанатам сельского хозяйства отдельный привет, это я вас люблю, уважаю и вешу вам такую вот огромную медаль вот сюда вот, за то, что, за вашу стойкость, заслуги и бесстрашие. Увидимся в новых видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok